О том, что в новом учебном году все школьники области должны быть бесплатно обеспечены учебниками, накануне заявила министр образования региона. По словам Марины Епифановой, на эти цели выделили 135 миллионов рублей. Но оказалось, что чиновники обещают одно, а на деле происходит другое. Так ли уж бесплатные учебники для саратовских школьников, выясняла Елена Петрова. Желание учиться у Байрама Аманова чуть было не отбил список учебников, которые нужно ежегодно приобретать. Но бывший школьник, а теперь уже студент, он нашел выход. Молодой человек, как и многие его одноклассники, не покупал учебную литературу, а скачивал ее в интернете. Говорит, неудобства возникали, например, если номер упражнений не совпадал. Но это проще и дешевле, чем ежегодно покупать новые учебники. В школе выдавали такие учебники, как математика, биология, физика. А некоторые не хватило на количество людей и не выдавали такие, как русский, информатика. В общем, по профилю. Я скачивал учебники информатики русского, но они были разные по содержанию, но похожие задачи были. Учебники для школьников должны быть бесплатными. Об этом заявила министр образования области Марина Епифанова. На закупку учебной литературы выделяют 135 миллионов рублей. На 10 больше, чем в прошлом году. Но, видимо, этого все равно недостаточно. Простой опрос демонстрирует неприглядную истину. Большинство школ предоставляют неполный комплект учебников. Например, выделяют русский, математику и физику, а вот на английский или ОБЖ придется раскошелиться. Английский, математика в этом году купили, атлас, информатика дали. То есть все равно покупать приходится? Дорогие учебники? Очень. Вот я сыну английский купила, тысяча рублей. Вы учебники покупаете или вам выдают? Половину дали, половину покупаю. Вам учебники выдают или вы покупаете? Нет, выдают. Нет, некоторые заказывают иногда, дают в вашей школе. А много выдают? Много получается? Ну, нормально вообще-то. Приходится часть докупать? Много приходится покупать? Ну, так скажем, треть. Понятно. А какие предметы в основном приходятся? Все части. Ну, у нас учебники просто в двух частях, и, как правило, какую-то часть приходится покупать. Дорого сейчас стоит учебники? Да, прилично. Между тем, стоимость учебной литературы, особенно перед первым сентября, сильно бьет по кошельку. Самый дешевый учебник обойдется рублей в 250. Дорогие издания могут доходить и до тысячи. В министерстве образования, говорят, руководство школ не дорабатывает. Деньги выделяют, а директора все равно вынуждают родителей приобретать комплект. Очень часто бывает так, что комплект, он был изначально на 25 учащихся в классе, но, к сожалению, кто-то потерял, кто-то забыл и остается там 20-21. Поэтому за этим тоже нужно отслеживать и пополнять этот фонд, а не ставить уже родителей перед фактом, что вы, извините, у нас 26-27 или 28-28, поэтому вы, естественно, вам придется приобретать. Есть школы, где грамотно подошли к вопросу. Там каждый ученик обеспечен полным комплектом учебников. А есть такие учреждения, где практически всю литературу приобретают родители. Чиновники утверждают, сколько бы ни выделяли средств в район, их всегда будет не хватать. До тех пор, пока директор каждой школы не будет нести личную ответственность за отсутствие комплекта. Елена Петрова, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.